Друзья, всем привет! В эфире Мотолайф. Представляем вашему вниманию свободный мотоцикл Suzuki Vestrom 1000 2002 года с тремя оригинальными кофрами. Вот такой вот красавчик-турист. Давайте сейчас посмотрим на работу оптики. Сделаем кружок и сделаем более детальный осмотр. Поворотник один, второй. Дальний ближний, все работает. Здесь один, второй топ-сигнал, все моргает. Такой вот шикарный аппарат, дегловитый, V-образный мотор с развалом цилиндров на 90 градусов. Довольно-то очень такой прям упертый мотоцикл. В плане куда-то вот залезть прям может. Очень красивый, симпатичный и уже заготовленный под дальние поездки. Да, аккумулятор поднабился. У нас довольно-таки холодно, аккумуляторы быстро высаживаются. Вот, поэтому запускаем сначала мотоцикл, а потом уже делаем видео. Так, ну давайте смотреть. Мотоцикл, кстати, с Америки приехал. Последний цифр номер рамы 0850 у него. Смотрим. Морда, пластик, все целое. Оптика точно так же, все замечательно. Стекляшечка, все хорошо. Крыло без повреждений. Тормозной диск что один, что второй, довольно-таки толстый. Выработка не критичная. Колесный диск в хорошем состоянии. Выглядит очень презентабельно. Боковой пластик без нареканий. Все шильдики, наклеечки, все присутствует. Здесь у нас, смотрим, решеточка на радиаторе масляном стоит. Есть вот такая вот защита небольшая. У него коллектор сам без замятий. Еще один радиатор. Также все без каких-либо нареканий. Двигатель. Двигатель, рама. Все в отличном состоянии. Все резиночки, шланчики, все на месте. Подножка водителя, пассажира. Пластик с этой стороны также без нареканий. Кофры, как я уже говорил, оригинальные. Сузуки Вестром. Катафодка отсутствует. Ну, что поделать. Зато кофр вот такой вот красивый. Кстати, надо будет местами его поменять. Это вот левый кофр, потому что здесь красный катафод. А здесь белый. А это правый кофр. Ну, ничего страшного. Кофры все взаимозаменяемые. Вот этот кофр даже можно поставить на это место. Как бы тут особой разницы у них нет. Крепления идентичные. Все ставится куда хочешь. Так, смотрим дальше. Выхлоп. Насколько его видно. Сверху, снизу повреждений не имеет. Маятник весь целый. Задний тормозной диск. Выработки также практически не чувствуется. Колесный диск в хорошем состоянии. Оптику мы уже видели. Все работает. Центральный кофр также без повреждений. Состояние очень хорошее. С этой стороны выхлоп также без нареканий. Снизу также все цело и чисто. Защита на цепи стоит. Маятник также все цело, ровно. Сейчас посмотрим цепь-звезда. Цепь-звезда. Еще можно ездить. Вытяжка не на пределе. Подножка пассажира. Центральная. Еще один кофр. Я вам показал кофр. Также без каких-либо нареканий. Здесь светоотражатель есть. Рама. Все целое. Двигатель. Все красиво, аккуратно. Без каких-либо дефектов. Трещин, царапин, сколов и так далее. С этой стороны пластик. Также все замечательно. Седло оригинальное. На седле есть вот такой вот надрыв. Но японец его уже сам... Ой, японец, вернее. Хозяин американский его уже сам делал. И здесь небольшая трещинка. Но в любом случае оно не перешито. Оно оригинальное. Бак сверху. Без каких-либо повреждений. Ручка, грузик целый. Грипса не затертая. Целая. Ручка сцепления. Сцепление довольно-таки жесткое. Гидравлическое. Кнопочки все присутствуют. Руль не гнутый. Здесь также кнопки все присутствуют. Ручка газа целая. Грузик целый. Ручка переднего тормоза также целая. Зеркала в комплекте. Все замечательно. Приборка. Мотоцикл инжекторный. Пробег 45699 у мотоцикла. Все приборчики работают. Все замечательно. Сейчас глянем, что у нас тут в баке. Бак у нас чистый и свежий. Без каких-либо нюансов. С баком все хорошо. Вот такой вот аппарат, друзья, есть у нас в наличии. Мотоцикл свободный. Заряженный по катушкам на дальняк. Кому нравится, пожалуйста, звоните, пишите, спрашивайте. Поможет с покупкой. Всем спасибо. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok